В декабре этого года Синь Цзиньпинь впервые за шесть лет посетил с государственным визитом Эль-Рияд. Трехдневный официальный визит председателя Китайской Народной Республики Синь Цзиньпиня в Саудовскую Аравию, а также тот факт, что Иран не был включен в программу визита, довели напряженность в Ирано-китайских отношениях до предела. Эти отношения в последнее время стали одной из главных тем иранских политических кругов и СМИ. Тему продолжим с нашим гостем, с Резваном Гусейновым, политологом-историком, старший научник, сотрудник Института права и прав человека. Резван Майлим, здравствуйте. Здравствуйте, рад вас приветствовать. Взаимно. Резван Майлим, агрессивность, которую проявляет Иран, неприемлема для современных государственных отношений. То есть поведение правительства Ирана на массовых протестах в стране, задержание протестующих, смертная казнь, уже убито свыше 500 человек. Зачем Тегеран ведет такую агрессивную политику и чем это обусловлено? Ну, наверное, это традиционная реакция, к сожалению, иранских властей на любые проявления воли выражения, на любые попытки митингов или других акций протеста. К сожалению, мы привыкли к тому, что Иран так жестко реагирует и подавляет любые попытки воли и излияния народа. В этот раз процесс затянулся, потому что уже много месяцев в Иране беспорядки. И народ требует определенных свобод, совершенно справедливо их требует. И на это наложилась непростая ситуация и внутриполитическая борьба во властных кругах самого Ирана. То есть, плюс внешние проблемы, о которых в том числе вы отметили, что Иран был встроен, несмотря на санкции все эти годы, Иран был неплохо встроен вот в этот коридор энерготранзита. Он хорошо торговал с Китаем и продолжает торговать, продавал энергоресурсы другим государствам и благодаря этому получал в том числе от Китая определенные технологии, которые он не мог получить от стран Запада или третьих стран. И для реформирования своей армии, вооруженных сил, техники. Сейчас эта цепочка рушится и почему-то Иран считает, что Китай придает интересы Ирана, а по большому счету здесь нет ничего личного. Китай это огромное государство, оно по своему ВПК и по своему ВВП уже, по ВВП оно подходит к США и у него, у Китая свои интересы. И он не может смотреть на глобальные процессы через региональные интересы и призму Ирана в нашем регионе. Поэтому было бы, наверное, логичнее, если бы Иран учитывал то, что мир кругом меняется, это касается его соседних государств, это касается, мягко говоря, необоснованного политики Ирана в отношении Азербайджана, особенно после нашей победы в 2020 году. И ряда других процессов, идущих в исламском мире. Поэтому, если Иран не сможет сделать выводы и ревизию своего отношения как к региону, так и к самой ситуации внутри страны, то вот эти потрясения будут иметь еще более негативный тон для самого же Ирана. Резван Мелим, вот когда все страны как-то пытаются взаимодействовать вместе, Иран продолжает свою агрессивную политику, как средневековое государство, вот к чему может привести вообще такая политика Тегерана? Ну, я отмечу, что агрессивную политику ведут почти все, несмотря на то, что средневековье кончилось. Сейчас в военных конфликтах погибает в несколько раз больше гражданского населения, чем в средневеках. Что касается Ирана, как я отметил, он был встроен в определенную парадигму. Последние, мы знаем, что Иран после 79-го года, Иранско-Исламская республика появилась, она была встроена в определенную систему международных отношений, где был СССР. После распада СССР Иран встроился в новую парадигму, но сейчас на фоне, в том числе, войны в Украине и того, что большое количество стран имеют определенную четкую позицию по поддержке Украины, ее территориальной целостности, Иран и ряд стран оказались, мягко говоря, в негативной ситуации. Мы знаем, какие поставки вооружения делает Иран для участия в войне против Украины. Все это накладывает определенный отпечаток. И фактически иранский режим сейчас спасает себя, то есть не свое государство, не свой народ, а именно спасает возможность остаться у власти. И это является главной проблемой, которая затмевает остальные. То есть ради спасения своего режима эти властные круги готовы принести, наверное, в жертву, к сожалению, иранский народ тоже. Ну вот противостоящие друг другу во многих областях США и Китая демонстрируют схожую позицию по вопросу ядерной программы Ирана и спорных островов в Персидском заливе. Что вот еще раз показывает масштабы угрозы, исходящие от Ирана для всего региона? Ну, Персидский залив Иран считает своей ворчиной, хотя на Персидский залив выходит целый ряд стран, очень серьезных стран, арабских стран. Ну, в любом случае, милитаризация Персидского залива в основном происходит по обвинению Ирана. И, наверное, принципиально важным является для США и западных партнеров постараться максимально ограничить возможность доминирования Ирана в Персидском заливе. Это очень важно. Если это не будет сделано, то Иран сможет представлять угрозу целому ряду стран региона и значительно ограничить продвижение интересов западных стран в этом регионе. Резван Мелим, по вашему мнению, как вы считаете, все эти действия Тегерана, то есть также по отношению к Азербайджану, как вообще можно их охарактеризовать? Ну, не секрет, что с первых дней Карабахской войны, первой Карабахской войны армяно-азербайджанского конфликта, к сожалению, Иран принял явно проармянскую позицию. И вся эта ложь, которая звучит в иранских эфиров о том, что якобы Иран так себя ведет, поскольку Азербайджан имеет тесное отношение с Израилем, является полной глупостью. Еще не было никаких нормальных отношений, еще только впереди была установка дипломатического отношения между Азербайджаном и Израилем, а уже шла война в Карабахе. И в этой войне Иран уже принял позицию Армении изначально. Поэтому все переворачивать с ног на голову, конечно же, они могут для себя, но мы понимаем, что здесь есть осознанный выбор Ирана. Иран выбрал Армению, армянский рычаг для того, чтобы постоянно в нашем регионе тлел конфликт. Таким методом Иран считает, что он обеспечивает свою безопасность на северной границе. Ну, по этой же логике Азербайджан имеет полное право уничтожить армянского агрессора, чтобы обеспечить свою безопасность в регионе. И как показала практика, ни Иран, ни одно другое государство, регион. Я напомню, что на прямой связи со студией был Резван Гусейнов, политолог, историк, старший научный сотрудник Института права и прав человека. Спасибо. 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 Спасибо.